Здравствуйте, уважаемые друзья! Как я уже говорил, на основе лососевых мушек можно изготавливать очень много приманок. В частности, у меня поступил заказ-просьба изготовить для ловли судака при использовании дополнительной огрузки типа чебурашки. И, в принципе, хочу с вами поделиться этим уловистым, хорошим стримером. Для его изготовления нам понадобится двойник с удлиненным цевьем. Если у вас, допустим, нет, вы можете немножко удлинить себе цевьё так, как я делал на других стримерах. Приступим. Промажем немножко клеем. И проматываем почти до загиба. Здесь останавливаемся. В классических мушках используется люрекс. У меня имеются вот такие остатки фольги из упаковки, которая также будет использована не хуже, чем люрекс в изготовлении нашей мушки. Прихватываем здесь. Промотаем, чтобы была ровная площадка для намотки. Нитку вернём кругами, добавим немножко клея и промотаем нашей плёнкой. Как я уже говорил, эту плёнку можно подкрашивать. Очень долго она не вымывается. И теперь здесь делаем так же, как в классических мушках, натягивая нашу плёночку пару оборотов. Так, чтобы край плёнки у нас не выходил за жало. Дошли до места крепления, подхватили, оторвали, убрали. Закрепили окончательно. Добавим немножко клея. Так как будет крыло довольно-таки немножко сложное, многоцветное, составное, я буду всё комментировать. Для того, чтобы в центре получился наш основной мех, мы сейчас должны с вами закрепить кусочек меха песца. Я беру вот где-то небольшую, вот такую порцию. Такого персика морковного цвета, немножко непонятного. Убираем подшерсток, он нам здесь не очень нужен. Подравниваем наши кончики. И вот такой пучок, как вы видите, мы крепим вот на месте, где закончили вязать нашу плёночку. Так, чтобы он у нас ровно был сверху. Подхватили, подтянули. Остатки убрали. Значит, скажу сразу. Вот для того, чтобы более удачная была мушка для поимки судака, очень много факторов влияет. Иногда он берёт очень худую мушку. Иногда ему надо, чтобы она имела более конкретный, солидный контур. Тогда приходится изготавливать крыло с большим добавлением меха. Мы сейчас с вами изготовим мушку, так, чтобы она была у нас средний вариант. Для того, чтобы дальше вязать, нам необходимо два вот таких цвета. Это бактейл, крашеный хвост оленя. Возьмём щепоточку жёлтого и щепоточку зелёного бактейла. Если нет, можете заменить его искусственным мехом, из которого я неоднократно вязал разные стримера. В разных регионах он называется по-разному. У кого артфюр, у кого просто искусственный мех, главное следите за тем, чтобы его качество было хорошее. Вот я взял такую вот хорошую щепоточку, и теперь в этом месте я креплю. Прихватили, пока его не затягиваем. Берём щепоточку зелёного. Если у вас имеются другие цвета, пробуйте компонировать, как вам будет удобно. Здесь не является догмой использования какого-то одного цвета. Закрепили. Теперь я хорошо промажу место крепления, так как это мех у нас очень скользкий и неблагодарный в работе. Но в рыбалке надёжный. Для того, чтобы 10 раз не делать нам обороты ниткой, я здесь же по бокам добавляю по щепоточке жёсткого люрекса. Просто крепим. Триво. Готово. Резис. Для этого мы можем все убрать, О, Резис. Будем убрать. Б UH! Брее. 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 подровняем остатки нашего люлекса, уберем у нас вышла такая конструкция слегка незавершенная клей наш уже впитался, добавим еще и теперь окончательно хорошо прихватим нашу конструкцию подхватили и теперь окончательный делаем штрих берем еще щепоточку нашего мехописца морковного цвета и добавляем теперь уже сверху я вам покажу вода подхватили в и я покажу что это Вот, теперь конструкция нашего крыла будем считать законченная. Для того, чтобы продолжить дальше нам вязать мушку, мы должны закрепить еще ряд материалов. В качестве обмотки по телу я буду использовать обыкновенный люрекс, который двухсторонний, золотой и серебряный. Я буду обматывать белой частью, поэтому приматываем белой частью вовнутрь, так как при развороте она встанет на место. И теперь закреплю нить, которую я уже вам показывал. Это ровница. Я взял четыре пряди, из которой будем мы обматывать наше тело. Крепим здесь же. И теперь для того, чтобы нам наше тело выглядело более ровно и естественно, я возьму обыкновенный даббинг, который у меня под руками белого цвета, и из него изготовлю тело. Я подготовил тело и начинаю обмотку своей прядью черных ниток, которые закрепили в конце. Ровным слоем, стараемся так, чтобы наши пряди не разъединялись, обматываем все тело. Как ни странно, нить довольно-таки прочная, хотя и не юнифлосс. Доходим до колечка и в этом месте, не заваливая его до колечка, нитку крепим. Так как мне понадобится черная нить, я свою нить немножко подкрашу. Сделаем полуузелочек для того, чтобы на всякий случай не ушла наша ниточка. И будем обматывать люрекс. Для того, чтобы люрекс наш не скользил, и было более удобно наматывать, я в некоторых местах просто делаю пару точек лаком, который в дальнейшем никак не отразится на качестве нашей мушки. в намотке люрекса нам поможет. И здесь крепим наш окончательный люрекс. И теперь нам понадобится еще с вами изготовить крыло. Сейчас мы подровняем наш хвостик. Чтобы нам не сильно мешал. Для того, чтобы изготовить крыло, я возьму кусочек черного меха писца. Вот такой щепотки будет нам достаточно. Крепим его здесь. И в качестве блестящего элемента я добавлю немножко кристалл флеш. Буквально пару прядей с одной и с другой стороны будет вполне достаточно. Хорошо промотаем. Добавим немножечко клея. Подкрасим нитку. Вот так. encouragement. О Bog Nieке. enson. Совсем бак. С alienцу. Открасим. Теперьientes баси pai. Похожоже. холодильник. Температр-одинок, И здесь же, где я закрепил мех, так как во всех лососевых мушках опушка должна повторять цвет нашего крыла или хвостика, я с вами буду использовать перо. Перо я взял вот такое для стримеров. Сейчас мы его подготовим с вами. Оранжевого и желтого цвета. И сделаем здесь опушку. Пару оборотов будет вполне-вполне достаточно. Крепим и остатки отрезаем. Пару оборотов будет вполне. Пару оборотов будет вполне-наменько. Берём жёлтое перо. Подкрасим нашу нить. И сделаем пару-тройку оборотов жёлтым пером. Подкрасим нашу нить. Вот как раз будет достаточно. Уводим все бородки назад. И здесь сформируем небольшую головку. Вот мы вскрыли немножечко лаком нашу головку и закончили стример. Пробуйте разные варианты расцветки и окраски. Но я вам показал тот вариант, который работает практически всегда. Единственное только лишь это то, что для больших глубин желательно стример огрузить кусочком вольфрамового электрода. Как я, может быть, в последующих фильмах вам потом покажу, расскажу. Именно для глубин, для очень больших. От 10 до 12 метров. Благодарю за внимание. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok